В сегодняшнем видео, мой совет успеха номер один. Мой совет для профессионального успеха номер один, это вкладывайтесь в других людей. Вы, возможно, слышали выражение, вы становитесь средним арифметическим от тех людей, какими вы себя окружаете. Люди меня постоянно спрашивают, Антонио, как ты окружаешь себя выдающимися людьми? Верьте, я отдаю себя им. А кто же не хочет быть в окружении кого-то, кто вам нужен? Кто разделяет ваши наилучшие интересы? Если вы будете придерживаться вложений в других людей, вы обнаружите, что успешные люди захотят быть вашим окружением. Как это сделать? Как вам вложиться в других людей? Первое. Никогда не берите больше, чем даете. Большинство скажет, Антонио, я так и делаю, и всегда ухожу в минус. Я не беру столько, сколько отдаю, и не пытаюсь получить больше. Как мне выйти в плюс? Вы недопонимаете, что вы даете не то, что берете. И зачастую вы берете намного более ценное для вас, и вы даете намного более ценное для других людей. Позвольте проиллюстрировать на примере. Мы на пикнике. Все начинается. Пришел пекарь. Он принес все пироги. Пришел садовник, который принес всю зелень. Хозяин ранчо принес все мясо. Итак, каждый из них принес, чего у него много, что есть в избытке. И поэтому ценность этого не так высока. Но что они видят? Вау, все остальное на столе. Я так давно ел этот вид мяса. Редко ем такой пирог. Редко попадается такая зелень. Зачастую, к чему вы получаете доступ и берете, это излишки кого-то другого, но очень ценное для вас. Второй шаг. Будьте первым, кто устанавливает связь. И делайте выводы, если человек не отвечает. Я знаю так много людей, которые говорят, о, этот человек не звонит мне. Окей, он должен позвонить вам? Или я связался с ним, но не получил взаимности? Вы уверены, что он понял вас? Вы пытались в различных формах до него достучаться? Я пойму, если это занятой человек. Я сам иногда пропускаю звонки. Я стараюсь ответить на каждый имейл. Но иногда они теряются в папке для спама. Подумайте, принимали ли вы действия несколько раз? Пытались ли различными способами установить контакт с человеком? Вы пошли по пути наименьшего сопротивления, который часто заключается в том, чтобы встретиться с человеком лично. Третий совет. Уделяйте время людям. Я был в Калифорнии. Парень ехал три часа, чтобы встретить меня, когда я был в Палм Спрингс. Хотел обсудить одну затею. Этот парень руководит многомиллионной компанией. Он показал, насколько я важен, приехав сам. И он взял свою съемочную группу, и мы отсняли короткое видео. Мы отлично сработались за проведенное время. И он показал мне, что я достоин этого. Я сам так делаю для других людей. В прошлом году я прилетел в Англию к моему другу Крису Даккеру. Он руководит саммитом Юп Райнар. Я мог получить бесплатные билеты от нашего общего друга. Но я отказался. Я заплатил за все, чтобы показать, что он важен для меня. И угадайте, что? Он отплатил в избытке. Шаг четвертый, чтобы вкладывать в других людей. Участвуйте. Очень много людей не слышают во время разговора, а ждут своей очереди сказать. Не будьте тем парнем. Слушайте не только, что человек говорит, но что и не сказал. Задавайте уточняющие вопросы. Дело не в том, что вам нужно говорить, и не в том, чтобы впечатлить его жаждой информации. А в том, как после этого человек будет себя чувствовать. Запомните, друзья. Делайте выводы, слушайте внимательно и задавайте открытые вопросы. Пятый шаг, чтобы вкладывать в других людей. Сделайте так, чтобы они чувствовали себя хорошо. Я не говорю о ложной лести, я не говорю о приукрашивании вещей и неискренности. Я говорю об определении того, где человек хорош. Большинство из нас имеет дело с негативом и чушью весь день. В большинстве случаев мы обращаем внимание на проблемы. Мы не видим ничего хорошего. Пытайтесь быть лучом света. Ну что, господа, теперь ваша очередь. Я хочу увидеть ваши комментарии. Каков ваш совет номер один для достижения успеха в профессии? Что касается личного? Что касается личного, у меня есть некоторые мысли. Может, сделаю даже ролик.